Здесь разные подходы, сразу могу сказать, потому что дети вообще существа очень жестокие. Все, наверное, помнят из своего детства, просто каждому, кто это вспоминает, действительно признаться даже самого себе. Все дети мучают котят, все дети мучают мелких беззащитных животных, как правило, и испытывают некие такие садистские склонности, в них проявляются. Вот в этом мучительстве иногда это из-за непознательности, что внутри, вообще как он себя поведет. Иногда есть еще и каких-то, так сказать, более жестоких склонностей человеческой натуры. Это общеизвестные факторы, общеизвестные, одна из линий поведения ребенка и человека вообще. А вот дети с аномальными расстройствами, аутичные, дауны и так далее и тому подобное, есть несколько подходов. Первый подход наш, советский, это до сих пор остался, что нормальные дети, они должны быть в нормальном детском саду, как в том они будут ненормальные, где-то там в других детских садах. Надо, чтобы ребенок с самого начала, когда он уже начинает понимать, что он, это уже где-то 4-5-6 лет, когда он может испытывать несострадание и как-то он может уже оценить, где норма, а где что-то иное. Вот он не должен там в 10-летнем возрасте, в 3-м классе или в 5-м лупить аутисты, если кто-то не попадется, потому что он иной. И это очень важно вообще в человеческой психике, иное, мы сейчас с вами увидим маленькую историю, это всегда наказуем, так устроен социум. Инакомыслие, оно всегда наказано, это не только там Советский Союз, не только нацистская Германия, это вообще свойственно социум. Поэтому вам, как будущего архитектурного дизайнера, надо никогда не забывать, что если вы подвигаете новаторские идеи, скорее всего вас ждет, если не обструкция, то как минимум насторожен. Данная сфера, она очень восприимчива к влиянию на уровень экономики страны, в которой что-то там происходит. Открыв первый официальный детский сад, 1837 год, в Германии. И само название детского сада происходит под пониманием его открывателя, если так можно сказать, что Фридлиф, Вильгельм, Август, Фридлиф. Что дети это цветы. Вот подход к ребенку, что это цветок, который распускается на твоих глазах, абсолютно правильный, абсолютно нормальный. Но он вот с такой немецкой сентиментальностью переносит это ощущение ребенка цветка, он переносит в само название детского сада в прямом этом смысле. И вот с той пары закрепляется за этими детскими дошкольными, как у нас в России, сокращение ДТУ, детское дошкольное учреждение. У нас есть места, которые тоже называются учреждениями, это могут быть чиновники, а могут быть места не столь одолеты. А опять я забыл себе имя от очень известной художницы, фото художницы. Вот она посадила ДТУ, горшки, мы использовали этот кадр. У нее масса таких немножко сладеньких, кичевых сюжетов, она очень популярна была и есть. Но по истории, если мы попытаемся пройти, то один из вентиляторов все трогал. Один был император, один был риттер, один был по-нашему музыкалит. Вот Рифер говорил о том, что ребенок – это драгоценный сосуд, в котором точно он начался, и хороший, и плохой. И задача воспитания, когда мы делали как раз-таки аутичный центр, мы поняли, что у нас нет шансов, потому что аутичный ребенок держит нерв, если так можно сказать, ну максимум в радиусе двух метров. Вот дальше для него мира не существует. И ты вообще не понимаешь, какую архитектуру, какой дизайн нужно и можно делать. Это абсолютно, скажу вам честно, это была игра слепую, на ощупь. То есть мы поехали с директором будущего аутичного центра, того, который мы еще не начали строить. Мы поехали в Барселону на конгресс аутизма. Это произвело сильное впечатление. Вообще-то аутизм – огромное количество проявлений. Если гаунды – это отсутствие одной хромосомы, и это абсолютно нет, то есть диагноз с ним не влево, не вправо. То аутизм – спектр проявлений, и диагностика – это одна. Аутизм – это, скажем так, вариант, не веет, безумие. И это вообще совершенно одна такая тема. И диагностическая, причем у нас он до сих пор реквалифицировать этот выделенный закрыватель. Аутизм – это целая страна. В тяжелых формах ярко выявлено порядка 250 тысяч. Это очень серьезная проблема. И то, что вы озабочены вот этой совместимостью, это очень важно. Просто это далеко не всех детей можно совмещать. Вот тяжелые формы аутизма. Да, они таковы, они сами же как котята, они очень мастерные. А вот эти жестокие дети, которые формируются в школах, а современные школы достаточно в этом не недавно были, я давно. Но так, по статистике, там происходят процессы, которые там 20, 30, 40 лет назад не происходят. Сто роков – это худшая атмосфера, худшая, большая жестокость. Если мы вообще говорим о детях, о том, что вы хотите для них сделать, наверное, что-то нужно понять, и в чем-то надо разобраться. То есть на чем это все стоит? Ну, известно, что Земля, она на трех китах. Каждый кит имеет какой-то смысл. Если одного кита вытащишь за поезд, то равновесие нарушится. Вот без любого из этого вы не создадите... Сюда можно еще штуки 4 написать, но вот это основные. То есть вы должны понимать, что ребенок – это прежде всего игра. И лучшее усвоение всего, что бы то ни было, это игровая форма. То есть нужно заставить его находиться тогда, когда он активен, когда он употребляет, когда он отдает. Ну, когда спит, понятно. Кушает и прочее. Что он должен всю информацию как можно лучше упаковывать в разные формы игры. Смотрите книжку «Играет». Немец 30-х годов опубликовал. Книг так много, что я не помню все названия. Просто «Играет». Идите в интернете. Сколько видов игр создало человечество. Совершенно фронтастическая история. Из-за этого надо выделить игру или игры детей. Воображение. Ребенок тебе протягивает плачок, говорит, что внутри. Вот загадка. Ну, 4 или 5 лет. Он говорит, вот что у меня внутри протягивает плачок. И сразу ты понимаешь, что лукавство на рожице говорит о том, что что бы ты ни сказал, ты никогда не угадаешь. Потому что он скажет что-то другое. И несколько попыток, естественно, они безуспешны. И когда ты говоришь, ну, гадик, ну, скажи, я не знаю, что-то. Она открывается абсолютно пустойно. Плачок поскрывает с ладошек. Ты говоришь, ну, неужели ты не видишь это? Я говорю, что, ну, здесь же цветок? Вот эта сказка о платье голого корога, она рождена вот этим жестом. И требование, чтобы ты, взрослый, то же самое попробовал вообразить, что вообразил твой ребенок. Поэтому воображение у детей совершенно фантастическое. И недавно была очень мудрая фраза сказана. Вы перестаньте говорить с детьми на вот этом сюсю-пусе и стараться самим стать детьми. Вы не думайте, что если вы при вашем росте, там, полтора или метр восемьдесят, хотите притвориться маленьким щенком, что у вас это получится. У вас это не получается. Когда вы хотите быть и не можете не сдерживать себя, да это и не нужно, быть ласковым и проявляете эту ласку, вы можете, конечно, что угодно, любые звуки употреблять и так далее. Но когда вы занимаетесь тем, что, можно сказать, тренинг, игра, то вообще вы общаетесь со своим ребенком, общаетесь с подвзрослым. Просто старайтесь это делать в его масштабе. А масштаб у мозга ребенка очень интересный. Он проходит несколько стадий формирования. И в детском саду это очень важно, потому что там есть детские, там есть младшие, там есть старшие группы. То есть, как минимум, три возрастных периода – это три модели психики, это три уровня, если так можно сказать, восприятия мира. Это совершенно разные категории. И с каждой нужно уметь работать. Это воображение, способность воображения, она велика потому, что у ребенка еще чистая голова. Этот мозг еще не заполнен информацией. Более того, эта информация не структурирует. Эта информация не имеет исцеления. Эта информация не уложена так, как ее потом уложат в социум. Мы с вами абсолютно наделены от природы огромными возможностями, но они никогда не будут раскрыты, если мы с вами не будем их раскрывать в социум. А от себя на тебе на самом деле огромная ответственность, потому что ведь мы от архитектуры никуда не можем удержаться. Сначала мы строим дома, создаем дома, а потом дома создают нас. И это сказал не архитектор. Так вот, то, что вы проектируете, будет десятилетиями формировать душу, сознание и ментальность тех, кто там будет в несколько лет проведет в этом детском социуме. Это очень серьезный источник. Поэтому мой вам совет, не просто так вот учиться, не просто что-то читать. Надо смотреть самое лучшее, самое интересное. В Москве, кстати, есть несколько детских садов. Просто за не менее времени туда не хотел, потому что приблизительно знаю, что это и как это, и в Московской области. Интересно это смотреть, интересно наблюдать. Вообще есть такой, у артеров особенный режиссер, если ты хочешь сыграть сумасшедшего, то должен на неделю, пока рэпе, оказаться не очень много. Чулпан Камакова сыграла в одном из фильмов «Немуды». Если рассказываешь, что Кшума, она играла «Немуды» в последней, в последнем рассказе, так сильно, что зал между слезами и… То есть зал теряет речь, понимаете, она вызывает у вас рефлекс. То есть ты, глядя, как она извлекает звук из себя, у тебя челюсть начинает так же двигаться, как у нее. Она гениальная, абсолютно гениальная. Вот у архитектора то же самое. Вообще наша профессия с вами – это режиссер, актер, сценарист, рабочие сцены, осветитель, художник по костюмам. Это все вот в одном сосуде. Сосуд называется архитектор. Не так? Забойно. Ребенок, конечно же, очень хочет и жаждет самостоятельности. Вы сейчас в том самом возрасте счастливы. А еще до этого пубертатный возраст совершенно замечательный. Некоторые в этом состоянии задерживаются до глубокого боевых старостей. Есть такие случаи. Ну, некоторые там до 20, некоторые до 30. Когда ты доказываешь миру, и что ты совершенно другой, и прочее, и прочее, и что ты все сам, это самостоятельность. Но при этом малышу нужна забота. Ему нужно ощущение, что он укрыт. Что он укрыт, и его желания будут поддерживаться, его стремления будут поняты. И с ним ведется какой-то очень дружеский, дружелюбный диалог. А при этом ему нужно чувствовать себя в безопасности. А при этом ему нужно самовыражаться. Затем он постоянно двигается. Моторик у детей бывает очень в большом диапазоне, когда одни такие медлительные, а потом взрывные. Другие постоянно двигаются, третий, не только двигаются, а еще ломают вокруг. И очень важно это обучение. Дети хотят обучаться. Их не просто надо обучать. Не надо, понимаете, вот эта мысль материала, что сосуд наполнен на темно-хороший, а директор очень простой истинный свой. Вообще человека надо поддерживать хорошего. Можно сколько угодно человеку не тековать, прессовать эти недостатки, подчеркивать эти недостатки. Это надо иногда, нужно, и введешь, чтобы все это не забывалось. Да, и ученики взрываются. Но дивидная доля воспитательного процесса, она на поддержке, что ли, такой любви не способна. На поддержке хорошего. А у детей бывают совершенно разные задатки, как мы с вами знаем. Ну, не зря Гитлер становится Гитлер, а Сталин стал Сталином. Некоторые становятся синими губийцами и так далее. А некоторые великими гуманистами и богословными христианами. Вот эта инфографика, когда мы иллюстрируем те самые картинки, те самые состояния, дальше, о которых мы с вами сегодня говорили. К этому можно добавить и нужно добавить такое понятие, как фантазия. Игра игрой, в игре раскрывается фантазия. Но если вы посмотрите в том же интернете, который сегодня наш спаситель, информатор основной, что такое фантазия, это ведь не воображение. Воображение – это одно, а фантазия – это совершенно другое. И критерии разные, и разные понятия существуют. Ребенок способен на фантазию к очень большим границам. Он также способен к большому воображению. В 3-5 лет – это великий абстракционист. Упражнение такое, можете сами попробовать, будет очень интересно. Покупаете цветную бумагу, ножницы и клеящий франкальщик. Режете много разных квадратиков, разного размера. И потом у вас будет совершенно потрясающая игра. На белом фоне черные квадраты, разного размера. На черном – белые. Любые композиции. Квадраты внутри себя. Квадраты, образующиеся ритмической структурой. Квадраты, образующие асимметричные структуры. Квадраты, образующие линейные структуры. Вот над этим потрясающе тренируется мозг и руки на понимании, какие ритмы и какие структуры вообще есть. Только на квадратах можно написать одну диссертацию. На прямоугольниках – крепкие. Если вы перейдете в цвет, у вас будет бешеное количество композиций в цвет. То же самое будет с кругами, с кольцами. А потом попробуйте сделать красивую композицию из всех известных фигур. Черно-белые, цветные и так далее. Одного размера разная. У детей это получается на раз, они щелкают десятками в день. А потом выступают периоды цветиков, семицветиков, букашечек. Этих самых кожи в коробок, все, что мелко, шевелится и так далее. Это предметы. Так вот, то самое воображение и склонность к фантазии. Мы все с вами, но я тут точно помню, на песке, на верху реки, моря, в песочнице, строили замки, строили дома. И вообще, вот к этому перечню надо еще добавить строителей. Потому что это свойственно всем, кто вьет гнезда, кто делает себе берлоги, устроит. То есть, вот человек – это то самое животное, которое должен создать свой принцип. Ну и не обойти, есть, так можно сказать, одно из открытий психологии. Это детштаб психологии, которая родилась в 20-е, 20-е столетие, 20-е годы. И здесь, если вы прочтете, вам все станет понятно. Результатом архитектуры были, кстати, для детских садов и школы, построены без единого угла. Это вот сама концепция, когда она уже была переложена в практику. Вот что такое перечитать? Поломерка архитектуры. Мотивировка была очень простая. Вы в природе видели природу? Вообще с углами очень плохо к природе. Это склон, скорее всего. Это разломы, да, очень часто, которые носят случайно. Сама по себе природа, это фрактальная история. То есть, когда откроют фрактал, то это всего совсем, 75-е годы в танце. Ну ладно, это другая тема. Можно пользоваться фракталом и не знать, кто его откроет. Кстати, ничего страшного, но мы умеем. Так вот, когда люди стали задумываться о том, о чем написано, на самом деле про часть целая, это очень интересная история, которая вообще-то идет к одному из докманов Кровицы. Нельзя сказать, что цивилизация вчера с вестям, с вестям не будет, потому что мы выпустили тоже так. Но серьезное открытие было сделано на самом деле в тот самый момент, когда человеческий мозг не просто допустил, а мозг сформулировал и вообразил. А дальше это пришло в толстые стеки, в толстые стеки, в толстые стеки. Они неразделимы и, в то же время, существуют отдельности каждого вертога осени. А теперь, что такое теория множества, которая впервые приоткрыла Георг Камбер. Это, по-моему, 18-е годы. Если целая модуль может поднижать его частью, а часть может поднижать целую, говорит теория множества, это означает, что малое множество может поднижать большое множество и наоборот. Абсолютно объявляетная ситуация. У детей, кстати говоря, это тоже очень хорошо, скажем так, имеет очень хорошо воспринимаемость. Они в это не верят, они это чувствуют. И это архитектуре тоже в дизайне может быть предотврено. Потому что, когда мы перейдем к игре, когда мы перейдем, когда одно может приходиться внутри этого дома, вы попробуйте сделать такие залы, помещения или игровые элементы, которые будут внести вот подобную информацию. Как минимум, она может продолжаться на экране. Сейчас уже, слава богу, начинают задумываться о экранизации, если так можно сказать, школьный пространство, детский пространство. И когда уже несколько лет осталось, буквально, что эти технологии будут дешевые. И тогда в стенах будут возникать 3D. Будет стереоэкран, 3D-экран. И там появится та глубина, которая даст возможность беседовать и ребенку, и школьнику, и взрослому с пространством, куда более серьезно, чем это делаем. Он уже передал с пространством на округе. Короче, идея такая. В городке живет несколько десятков тысяч человек. Городочек маленький. Тут 15 или 20. На городской площади стоит действительно вот как зуб, только корни в несколько раз длиннее. По-моему, высотой 15 метров. А утром люди встают и нажимают одну из там 7 или 6 кнопок. Ну, тебя бросила любимая девушка, ты завалил экзамен, у тебя украли машину, значит, это будет что-то там фиолетовое, сиреневое и прочее. Ты влюбился, экзамен на магистра по 10 баллов там и так далее, тебе дали место в Нью-Йорке, в Мюнхене, в университете, ты загорай, нажимаешь оранжевую, желтую и прочее. И вот этот звук переливается, и человек, который въезжает в город, он знает, с каким настроением он сейчас столкнется. Сиреневое давляющее настроение, но, может быть, там похоронили какого-то знаменитого жителя города и его все оплакали. Вообще-то, это старая история, это история к древней Греции, к древнему Египту, к нашей с вами родине, когда на воротах вывешивали знаки, ну, когда чума, калера, вывешивали соответствующие символы и знаки, когда что-то случилось, когда беда там и так далее, и там подобное. Когда родился наследник престола, на самом деле, это беседа, это семантика, это беседа одних людей с другими посредством инфографики, как сегодня мы ее называем. Это символ. Так вот, когда мы говорим про целое, когда мы говорим про его часть, я просто на первой категории немножко акцентировал ваше внимание. Для детского сознания, для детского даже подсознания, вот очень важная история. И еще, чрезвычайно важно, это масштаб. Вот, говорить, понижая свой уровень до детского роста, смешно, мы уже с вами об этом говорили. А сделать ребенку его масштабом, это правильно. И когда у нас реклама, огурцов, или еще чего-то, размер имеет значение, размер имеет значение, и это надо понимать. То ли ты, лилипунт в стране были верным, то ты были верным. Скорее всего, детям надо относиться к первому случаю. Они все-таки настолько малы, и если каждый ворочает у себя память, каково было восприятие мира в 3-5 лет. Не все, правда, помнят себя в этом лекарстве, но это очень интересно попытаться прокрутить вперед по-назаду и вспомнить, в каком масштабе ты воспринимаешь тупи. А теперь, как архитектор, надо пойти в этот масштаб. Посмотрите вот на эту картинку, да? Это как бы домик Барби, вот эти игрушечные, который вдруг взял и вырос из такого набора, который в коробочке, который можно в сундучке носить, а не какие-то человека в сундучке. У вас не было такого? Вот. То есть сундучок, вот он, вот такого размера. ты потом его раскладываешь, и там все. И предметы, и мебель, и комнаты. А это такой уже большой такой домик, он больше ребенка самого. А теперь масштаб ступенец. Вот здесь нормально ступенец, а здесь для сидений. Но они на этих ступенях могут лежать. Они на них ползают. Если вы еще проведете немножко фантазии, вы сделаете здесь какие-то выемки, желоба, и вообще из-за этой лестницы амфитеатра, здесь может быть амфитеатр, когда старшую группу, там, 5-6 лет, их можно посадить на 15-20 минут, они что-то послушали. Помните, что на, по-моему, 13-14 цирско-сейских учеников даже еще маленькая группа была пушками и все остальные. У них был амфитеатр. Вот под этим амфитеатром им 5. Это Шкоднич и Катурный Кастр. Вот так те предметы, которые мне нравятся. Потому что амфитеатр, какой греческий, он на самом деле открывает мир тебе и делает тебя некоторым привилегированным потребителем. Потому что ты-то сидишь в полкруге, а мир к тебе должен так поворачиваться. Вот перед тобой играет в детстве, а ты статичен. Вот вообще мы сейчас делаем детский сад в ужасности стесненных условиях и хотим даже в наши санфины сумнуть какой год амфитеатр. То, что я вам сейчас рассказываю, хотим сделать где-то желоба, чтобы искать. То есть хотим обязательно в амфитеатр сделать такой игровой город, который будет служить с разными функциями. Функция слушания, музыки, лекции на них, чтобы разводить играм, отдыху, когда можно всем дать подскитки, и они устроят себе лекции. Как на полочках. Один учебного архитектора смартфон, у него есть такая стена, вот она размером отсюда и до угла. Вот такой высоты, ровно 3 метра. Он просто сделал прорезные силуэты, вот как здесь. Только не абстрактные какие-то фигуры, а человеческие. То есть как будто семья, взявшись за руки, прошла насквозь эту стену. Но естественно, как люди разного размера, он сделал где-то там 2, 40, ну людей ростом 2, 40 почти нет на земле. Поэтому все могут пройти вот через эти адресы, через эти отверстия. Посмотрите в интернете тоже очень классная история. Вот что-то подобное надо делать, чтобы ребенок прорезал, но чтобы он не упал, да, резко, они будут это делать, особенно если вы вместо этого сделаете такой человеческий силуэт. Иногда его надо сделать так, чтобы он прошел как-то под углом или еще как-то, чтобы они воспитывали себе чувство равновесия. Мы, к сожалению, не успели набросать нашу проект дальше, но один из самых первых детских садов ему лет 15. Когда мы попробовали, потом это родилось следующее. Вот эта каждая штука, эта группа, кухня и все такое. А внутри детского сада еще один сад. Потому что все наши площадки, наши снегы это вынесенные и вот они должны быть снаружи. А мы еще захотели сделать актеров внутри. Почему? На самом деле актеров делать по нашим нормам не надо. Почему хочется сделать? Потому что они должны привыкать к другому масштабу. Вот одна из абстракций аутичного баночика это подлинный размер у него 60 сантиметров. А почему 60? Потому что ему раскатывали рулон обои обратной стороны. И он за несколько минут широкую кистью рисовал, разводили краски. Мальчик я его видел. Это он делал от 7 до 9 лет. Потом перестал. Он это делал с какой-то потрясающей скоростью. Ни на что не взять. аутичного трясом вытаскивался вот это. Потом бросал кисть и убивал. При этом он не говорил. Практически не включил. Вы спрашиваете как вообще что-то в твоем жизни. А вот нет ребенок ребенок который очень рано ощущает себя иным. При этом родители могут ждать год, полтора, два, он не говорит. Когда родители начинают понимать что он по-разному не так реагирует на окружающий мир иногда он бывает очень агрессивен он замкнут он играет только сам собой он терпитель может быть он не хочет прийти других детей. Я в одной из своих статей использовал эпидрах беседу бабушки и аутического ребенка которого достаточно реабилитировали чтобы мог пойти в детский сад. Он возвращается естественно вся семья селет в ожидании бабушка спрашивает коллега как теперь в детском саду замечательно понравилось очень понравилось ну что там вообще-то все хорошо но было бы еще лучше если там не было ни одного ребенка если кто видел гениальный фильм где Дастин Хоптинк сыграл аутиста «Человек дождя» Райан Мэйн гениальный фильм даже как Чон Пан и Фуфигения он очень долго с ними был вот я ходил аутистом на этот свой год почему должен вам сказать честно если проводишь подготовленные два-три часа среди аутистов не плохо у нас с вами нет защиты мы снимали вот так с профессиональными операторами из останки сидит аутичный ребенок сидит корреспондентка вот так камерно и тут сижу дядь она ему задает вопрос но я просто придет в лицо бедная бедная женщина понятен как вообще реагировать здоровый такой мальчик а у него неиздержанная реакция и почему то он эту реакцию вот так выплю на тебя может ударить может съесть поставил вазу с печеньем отвернулся уже все съесть потом ему будет отравление вообще кстати говоря питание это не наш с вами вопрос полосальное значение имеет особенные для детей большинство детей потребляют дядь потому что на самом деле если на 50% 30-40 точно психика зависит от вот этот мальчик два года рисовал потом перестал вот у этого ребенка мы взяли штук 20 видите какая агрессия вот все здесь нарисовано так таким жестом в такой манере и сама по себе эта живопись она жесткая она излучает у меня эти работы лежат я их никогда не не вешал в панк они лежат а вот это девочка сделала совершенно потрясающе это абсолютно профессионально это всякая художественная школа это вот то что я вам говорил вангоговские ощущения пространства то есть в плоскости но у тебя практически коридор это абстракция которой полок мог бы позавидовать дальше среди них кстати этих детей огромное количество музыкантов считайте что настоящий настоящий музыкант в какой-то степени аудитории настоящий физик то есть там для высокой математики абстрактной мышленно в какой-то степени аутист вы никогда не ошиблись но об этом надо говорить конечно же у нас вот здесь вот был детский сад вот это вот старый детский сад 50 какого-то 3-го года мы его не могли снести просто поэтому мы потратили очень силу на то чтобы его реконструировать а он не держался вот он спрятан вот тут а также развилась вот такая история то есть здесь практически весь профессор препятствует из остальных и спальный ком мы так используем вот этот стойный директор выпал себе вот только директор здесь вы не найдете ни одного зайчика ни одного берблюда ни одного цветочка сама по себе идея была как раз таки связана с той самой абстракцией которую я ощутил в детях в своем собственном ребенке и понимал вот эту периодичность понимал что через натурализм вы аутист не выведете из-за этого состояния натурализм должен быть природа должно быть предмет это обязательно и вот тот же учебник он делал так он первые часть занятий посвящал абстракции когда все рисовали только абстрактную композицию а вторую часть натурморком жилописи цветам гипсом чему хотите помидором яблоком это то что у нас а у нас с этого начинает в нашей школе рисовать он начинает с натурморта и не с гипсовой головой растет кроме на степете вот поэтому здесь мы использовали совершенно другие штуки это ну как рисуют дети в общем смотрите как здесь сделаны а собака зовет в чем вот это галерея которую нужно было делать по пожарным нормам когда применялись ученики достаточно нормативы и для детей для детских садов и школ где аномальные дети нужно было обязательно делать внешнюю галерею для пожарной безопасности то есть мало лестниц которые ты делаешь внутри и внутреннюю галерею надо еще делать уличную галерею чтобы оттуда их можно было и реплировать со второго и третьего этажа но при этом разница была такая метр 15 метр 10 то есть ты мог сделать разное ограждение по высоте поэтому вот эта линия прихода к нижней отметке а здесь я тут просто металлический вот то что я вам говорил когда выбегающий виден один и второй мне интересовало совершенно ненависть в том мне интересовало как они под созданием своей воспринимают литиней технической структуре потому что это это точно вот те самые творцы в песке если помните как мы сами с вами пальцами продавливали окошечки кто-то плачков продавливал армию в детстве и у кого-то получается очень интересная техническая структура в испании как клавиатура поэтому очень важно показать мир ритмов то о чем я вам говорил когда вы совершенно свободны чем хороший ритм он не знает еще правил он не знает что почему-то окна должны быть квадратными но если квадратные то это должно быть ровно он этого не знает поэтому когда он рисует посмотрите детский рисунок я на свою точку убеждался я с ней занимался но это не значит что я ее руководил подсовывать да ты подсовываешь и архитектор должен всегда подсовывать такой нажив и дизайн должен такой хитрый когда ты создаешь ту или иную ситуацию ты вообще вот этот центр это провокация то есть ты вызываешь на что-то и с одной стороны а с другой стороны ты говоришь мир он не такой это нормальный мир косые окна кривые стены это все нормально это не как обязательно гладко как глудин это может быть и не гладко это может быть и как бы остро да это может выпирать еще что-то и совершенно не нужна какая облизанность и прочее и прочее и второе что у меня больше всего может быть даже это чувство свободы когда ты свободен ты нарисовал вот эту историю ты нашел вот эти масштабы вот использовал возможности перепады высот и так далее ты дал эти цвета потому что у нас были масса вариантов у нас был белый дом у нас был монокровный дом у нас были гулять по моему восемьдесят это безумное количество я же понял своего учителя Евгения Николаевича Стама который прогуливаясь по каменному мосту который идет от Боровинской площади к дому правительства к ударнику он говорит а вы знаете сколько было нарисовано вариантов решет мы естественно подумали по нашему ну что 20 Ленитин не даже Поляков Ленитин Пехал Поляков 286 ну что людям делать нечего что они ищут рисунок решетки а в те времена к руками рисовали и у Юлия и вот вот этот метр 10 ограждения 286 я подумал что что-то нездоровый в этом есть но когда мы сделали 80 вариантов фасада цвета то я это вспомнил и решил что да ну наверное бывают такие ситуации что надо с такой количества пройти не очень удачный хатер с левой стороны по одной причине здесь полностью этого ничего должен был быть здесь полностью должен был быть чистый зимний сад то есть этот сон должен быть зеленый только тогда вот это венецианское солнце луна уменьшается а вот в этих оборах в этом степле смысла никакого нет а вот это адрес и то же самое ощущение свободы потому что я уже отвечаю вам на этот вопрос а что если не делать с этими аутистами и вообще так до них не скучаться у нас там несколько адрес один как маленькая улица там стоит фенари так же как стоит на Франкбургской царе обычные фенари такие кругленькие я поехал на рынок по счастливе конечно не было крутил фенари все нормально почему я хотел сделать такой акт в интерьере каждого потому что вы держите этих детей в каком-то смысле в таком вот санадуле где показываете в разные модели тут может быть площадь может быть как бы дома обращение на люди потому что он кусок города и века городской масштаб потому что когда ты его выпустишь там 12 лет в год в 15 он не должен испугаться больших домов архитектуры фонарей и так далее поэтому мы классы маленькие и обычные классы там уже за счет обороны и прочего а пространство все время от входного до лестничных клеток чтобы была вот эта дифференциация пространства а с другой стороны еще хотелось показать модель литмическую вот это абсолютная свобода когда великан подошел и продавил отверстие в стену вот как рука легла так легла загадилась там загадилась большую 2 метра сделала большую а вот здесь вот ордер подсмотрел и это все откуда а евреческий кран заложили колонны 2 метра диаграмма 2 метра диаграмма а середину христианин заложили потому что нужна была базилика евреческая получился какой-то симбиоз совершенно чудовищного такого идентического вида и новейшие реставрации не стали его забирать но так и остались но практически без комментариев сейчас Ася вам покажет это количество тех детских покажет садов которые нам казалось душе они сделаны скажем так для детей так нам нам думается надо было делать здесь неважно название кончает этот знаменитый городочек танку который многие связывают с наукой не зря и сильным неговоротным патчетом потому что это семиотика 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 это вообще-то меняемые ученые гуманисты и логики если удается внутри у нас климат с вами не очень погодящий хотя в танке тоже снег если удается сделать что-то внутри вот такое просто такой самым требует угодно дальше это вообще исключительная штука так нашими нормами это быть реализованным не может никогда мы не пройдем сами ни экспертализма ничего как французы это пропустили тоже непонятно посмотрите какое расстояние тоже не да тут вообще присправление а тут не обещает но что интересно это скорее история на крыше потому что это может быть может и быть что-то такое особое нет и посмотрите за главную историю вот если вы скажете ребенок ты знаешь кресло или диван можно поставить в окно хотите сказать взрослому ну крейзер ну какой нормальный архитет то диван в своем окне он не знает архитектуру его не получили он сумасшедший а с ребенком все в порядке диваны должны быть в окнах а окна должны быть в диване когда вы выращиваете человека который готов к парадоксу готов менять точку зрения тогда ты можешь сказать да я архитета который предугадал и они классическими йониками колонатками пелястрами всякими фельдами вывесил на своей местной сады когда-то это была так культура но там и платьицы были какие-нибудь там и танцы были какие-нибудь там и музыка сегодня делать неоклассику сейчас несколько частных детских садов садов может вам их показывали или покажет в подмосковье богатые люди занялись в управлении детских садов очень многие приходят как частное управление инвесторы которые мучаются отдали государство или брать на себя мы проектируем комплекс мы должны сделать вокал школы детский сад дальше невеста чешет репет как сегодня говорится и думает отдали это государство потому что ну не каждый может найти куда будут попасть под эти программы получить лицензии это такая главная будет и мы стараемся все это знать а с другой стороны комитет образования городские районы с другой стороны представляете построил школу 15 тысяч метров это минимум 1000 долларов за метр какая цена и подарили а еще взамен ничего может не получить поэтому у инвесторов это наша достаточно сложная задача дальше вот это очень симпатическая история когда игра с наклоном и опять же наклон становится естественной очень простой детский сад кстати совершенно не надо бояться простой формы если вы думаете что надо обязательно детский сад вот так вот поломаться и прочее это вообще бессмыслится вообще что поломаться для того чтобы вы будете наличить вы прежде всего опускаетесь на уровень вот такой вы такой взрослый и вот начинайте путешествовать в том в чем вы что-то поломали тогда у вас станет понятно вообще надо так поломаться потому что в плане это всегда может красиво а вот нужно ли это в жизни какой эффект это даст в пространстве тактильным ощущениям в визуальном ощущениям ощущение плотности пространства потому что ребенок очень хорошо чувствует мы с вами действительно плохо это чувствуем вот мы не скажем никому что это пространство плохое я вам говорю что это пространство ну не самое скверное но плохое оно неинтересно по энергетике здесь явно не хватает геометрических параметров здесь плохо расставлено полный проем и его сразу хочется делить с ним сразу хочется что-то делать я считаю что настоящий эффект который войдет в пространство и сразу скажет оно может оно имеет право остаться таким или оно подлежит трансформации потому что в нем нет гармонии в нем не хватает освещения ритм в нем не хватает плотности пространства или наоборот не хватает свободы вот это помещение не свободно хотя оно пустое кстати говоря любимые в 60-е годы трансформеры то есть помещения которые через воздвижение перегорода меняют свою геометрию и расчленение пространства но это было произошло идет война вторая мировая немецкая авиация Англии Лондон и детей переселяют на ферму а фермы как известно это достаточно большие сооружения пустые но дальше приходят разбить опас и едят и тогда они тянули морские тросы то есть просто веревки которые надежные кредки и по ним тетенька и сшили из чего-то можно было найти на ферме раздвижные навес перегородки вот так разделив условно на классы вот такой сарай человечество получило трансформированные перегородки закончилась война экономика восстановилась и человечество научилось делать эти гармошки которые сдвигаются раскрываются и вот такие параллельно движущиеся перегородки переподъемные как хотите такая забавная история ну вот сейчас очень модно делать как бы экоархитектуру я ничего против не имею этого фасада кстати внутри весьма тривиальная планировка видите да очень простой для списка к чему я вам говорю что бояться не надо ничего хотя допускали бы наши санпины плавные кривые плавные углы я бы лично с удовольствием делал именно то что был сравнен Гельштадт психологии хотя мне кажется что раз мир человеческой культуры насыщен геометрией в том числе прямоугольной косоугольной то есть углам то делает вид что этого нет потому что это у меня природа а у нас другая с вами природа человеческая цивилизация у нас не только органическая природа лежит в нашей основе поэтому совместить вот эти принципы когда ребенок попадает в разные системы координаты в один мир в котором есть разные формы разные цвета разные пространства и разное сочетание того и другого и клетч дальше а вот эта вот покраска в зеленый цвет это конечно хорошая история да и вроде как напоминает дерево но там какой-то бамбук лес но как-то по-моему это очень плохо сочетается с низом окно некрасиво по пропорциям очень правильно с точки зрения возможности заглянуть любопытства ребенка оно должно быть не только подогреваться оно должно иметь выход вы должны ему задать это возможность а потом удовлетворить а вот это по-моему просто малоинтересно вся эта история верхушка сама по себе очень еле но как вы нагадывались одета на достаточно простейший такой архитектурный организм но в совокупности есть что никогда не называют это экоархитектура то есть от зеленого цвета то это архитектура не становится экологичной это можно говорить только о положительном визуальном восприятии да сделать цвет один из самых гармоничных для восприятия главы забавная штука потому что во-первых план конечно же не считается вот в таком но вот это вот как я сказал Зинатурина то есть с одной стороны имеешь как бы приглашение но выстроена вот тут забота и умы которые дает архитектура вот это не ничего не это наоборот отгородило внутреннее пространство посмотрите как хорошо вот здесь отгородило вот внешнего мира который на самом деле не агрессивный он такой не какушный есть такое выражение которое немножко детское да не какушная архитектура не какушный город у нас у нас даже не спор с одним естественным архитектором мы проектировали на огромном архитектором пространстве я считал что делая миллион квадратных метров его нельзя расстилать в 9-10-12 этажах и высказал убеждение что пространство ему надо уметь братья братья оберевают то есть архитектор вообще-то тот человек который не пишет себя архитектором для визитки 22 года а тот который посыпается как-то утром во время эскизирования понимает что у него в руках в душе он ощутил что у него появилось ощущение власти вот как есть там вот так отношения не очень не женщины это отношения чаще всего не столько подвес то есть только преобладание одного вот кто над кем получает власть это делается по обоюдному согласию и по обоюдному удовольствию есть даже такой термин как каблучник мужчины которые вообще не способны в плане принятия решения находясь над каблуком вот в архитектуре нечто похожее то же самое в искусстве если скульптор не владеет формой ну тогда это не скульптор это какая-то другая профессия значит у скульптора это есть у него есть власть он лепит ли он отсекает ли он работает ли в металле и так далее в нем сформулирована проблема тире задача тире создать через власть свою власть художника создать нечто новое и это новое в архитекторы то же самое размер другой вы не делаете там скульптуру Геракла или Диодиса или Аполлона но вы делаете куда больше и если вы бессильно справитесь с этим пространством надо честно от него отступать и ждать того времени когда ты дорастешь до этого пространства почему начинать мне кажется нужно не с больших проектов мне куда больше нравится Никола Ленивец чем наши собственные мечты в 60-е годы все корреспонденты которые приезжали в Московский архитектурный институт и приставали к молодым ну еще не архитекторам студентам или студентам старших курсов с одним и тем же вопросом вопрос был популярный по одной простой причине сейчас скажем какой а вопрос был такой вот а что бы вы хотели построить и не было никого кто бы не сказал город вот на третьем курсе город почему сегодня наша страна с вами за 20 лет юбилея потеряла 20 тысяч населенных мест а вот тогда было построено 20 тысяч городов и населенных мест то есть 60-е годы это фантастический взлет советского строительства кстати одного из лучших в мире который до сих пор сохранил Макрицы тоже очень милый японский детский сад с правда здесь нет разрыва в этом кольце но диаметр его таков что ребенок с его маленькой геометрии тела но ощущает что он находится практически в монастыре дальше да вот повернули назад наверху если вы видите да крыша эксплуатируемая ограждение прозрачное но ограждение забывайте должно быть 2 метра чтобы не один ребенок не мог добрый сад должен теперь это по старому обменить 2 метра большим трудом прийти так что вы можете заказчик администрацию сделать эксплуатирование крыши и сад с таким высоким ограждением ну может быть какой-нибудь там языкальный конкурс но групповые вам уже прийти заниматься это не означает что вы в рамках конкурса не можете это предложить я просто вам цитирую действительность в которой находится практикующий архитект пределы лучше готовы делать удобно нельзя у меня это полный страх жизни вот и делось 10 градусов а там очень красиво в натуре ни то ни сё так было делать лет 16 грубо говоря догадать правильный угол это очень важно здесь кстати с этими углам все в порядке тут они хорошо читаются чувствуются и Атрум сделал в свое время это один из лучших детских садов в стране и до сих пор здесь есть но надо понимать что в таком бюджете в детском саде вы это не получите это можно делать только в экспериментальном и так сказать либо в частном у нас здесь есть и вот эти пространства и внутреннее пространство с амфитеатром и с таким двориком по нашим нормативам в этот дворик обязательно должна въезжать пожарная машина дольше ну все понятно да формально очень здорово нарисованная картинка вот дальше ну смотрите сами ну тут вопрос кто разглядит что это животные те слова которую мечтает автор но но в принципе когда можете вообще сделать очень интересную штуку можете взять всяких там жирафов других зверей и они как бы они будут холодными как и здесь но это будет не один жираф а несколько а потом они еще появятся на фасадах знаете здесь есть такой дом фабрика фасад страшно чудовищ только девятнадцатый век двадцатый ну фабрика и фабрика серая как немцы любят такой грязный мерзкий кладбищенский цвет и одна очень веселая художница она взяла человечков но такие они стилизованные желтые красные синие зеленые и она заставила так охараться это вообще знаменитая картинка она несколько лет назад была очень популярна и эта фабрика такая чудовищная по архитектуре ее не стали сносить вот такая забавная но по фасаду карабкаются цветные люди штук двадцать очень мило все туристы есть фотографии я тоже вот она была в публикованных журналах и все поэтому вот такой вот анималистичный мир когда твой дом держит звери а могут держать как кербезианский модулок да очень легко а могут дети держать вообще вот этот мир архитектуры очень опасно мы все время делаем архитектуру вот увидите через несколько лет вот с той архитектурой которая сегодня доминирует я думаю что с ней будет просто покончить мы все будем делать совершенно другое и это другое вот почему я любил свой аутичный центр работу над ним а надо понимать что это было на переломе Советского Союза и как немногие могли себе позволить такую историю в конце 80-х годов начать рисовать и строить почти никто не мог это сделать грузины могли это сделать там несколько сумасшедших домов стоили потому что государственное финансирование мы здесь не показали но мы придумали такую историю я все равно денег захватил ее не сделать сделать такие тренажеры запроектировали когда например делаешь вот такой высоты домик но его фасоль делается в виде буквы в русском языке дом начинается на руке и это очень удобно сделать шалаш вот в английском это уже будет там хаос или там билдинг уже не сделаешь в русском повезло а окно начинается с буквы а труба ну буква т поэтому делаем круглое окно делаем треугольный шалаш и ставим некую трубу и пишем на них что это окно это дом а это труба вот этот ребенок свои там 5-7 лет который не говорит не умеет писать он даже сам может с помощью аниматора начинает читать вот про мусульманскую архитектуру известный термин говорящая архитектура почему все основные призывы как апсс то есть сургарана изложена на фасадах медресе либо вязью арабской либо кузовическим письмом из квадратных кусочков смарт сургаран 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 нисходя простоят часа два и только вы будете слушать рассказ человека который знает все что на этом фасаде там будет история человечества там будет история создания мира там будет история святых термин все что хотите библейские сцены и богословские концепции потому что мы привыкли к архитектуре двадцатого века которая скажем так минималистичная и малоинформативная а вся история получилась после первой мировой войны те кто думает что конструктивизм и функционализм это исключительно так сказать выплески искусства те глубоко заблуждаются в время было нищие и откроете поселок Вайсенхоп то есть тотальная разруха тотальный крах экономик ведущих стран Европы и при всем при этом надо что-то строить рождается где эти миллионы поддевших но дети-то появляются ни детских садов ни жилья ничего нет потому что то военная архитектура она богатая модерн это очень дорогой стиль и тот же Вагнер не имеет спроса великий замечательный построивший Сецессион в Вейне а что имеет спроса тогда немецкие строительные промышленники приглашают 14 архитектов только в том что молодой рекорбезье молодой мисс все молодые ребята из нескольких стран Европы и ставят одну задачу слушайте парни вы сделаете нам красивую архитектуру мы бедные у нас денег вот такая была задача с одной стороны вот опыт двух-трех цветных зданий показал что цвет это безумно увлекательно безумно вкусно и чрезвычайно сложно и очень опасно вы тоже поверите я десятки сотен часов проводил на строительных лесах потому что ты должен красить тогда когда ты понимаешь как будет работать дом в 12 часов дня в июле как он будет работать на закате как эта стена будет если она на север обращена как если это все косина лучами как это будет в контражуре в результате ты потом еще не сможешь перекрасить и должен угадать один единственный цвет и попробовать это сделать вот так вот сходим вот такая хорошая наука далеко не всем это удается но удача такая она не бывает надо повкалывать поэтому даже не столько удачи сколько удовольствия того что вы делаете спасибо 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 спасибо